4 ноября на площади перед Драмтеатром в Сухуме прошла акция протеста ветеранов войны, общественности и молодежи, возмущенных случившимся 30 сентября на набережной в Сухуме. Более тысячи человек требовали отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар, который был участником инцидента с убиением ветеранов. За день до протеста у комплекса правительственных зданий выставили заградительные барьеры, которые скрепили цепями и прибили к асфальту, перекрыли набережную Махаджиров. Власти предприняли беспрецедентные меры защиты. Как описал ситуацию блогер Тенгиш Джопуа, на людей надежды нет, осталась надежда на металл. За час до начала протестной акции у администрации президента уже собрались его сторонники, а также учителя школ и работники госорганизации, которых по нашей информации вынудили приехать под угрозой увольнения. Акцию протеста у Драмтеатра открыл депутат парламента Гарри Кокая, который напомнил о причинах и целях мероприятия. Которая нас всех собрала здесь, которая стала уже больше месяца, наверное, самая первая новостью всех информагентов. Но правильного решения мы так от этого не дождались. Изначально все рассчитывали на то, что президент, как глава государства, примет правильное решение, законное решение, справедливое решение. Протестующие отмечали, что митинг не направлен на свержение власти. Это мирная акция протеста против действия властей и нарушения конституционных прав граждан. А стоящие на театральной площади и подавляющее большинство людей по ту сторону парка на самом деле едины во мнении. Они не стали решать вопрос, как некоторые говорят по-абхазски. С кем они должны решать по-абхазски? С нашей милицией, в которой служат наши граждане, наши друзья, наши братья. Милиции, которым мы сами платим налоги. С ними разбираться со своим государством. А за что тогда они воевали? За какое государство? Они поступили так, как должны поступать настоящие граждане Абхазии. Они за своей правдой, правильной правдой обратились к президенту, парламенту, прокуратуру. Имеем ли мы право государство, которое считает себя независимым, и забыть ту историю, за которую наши старшие сложили головы, остались инвалидами? Живы сегодня, дай Бог им здравствуйте в дальнейшем. Сегодня мы говорим о мировой политике, говорим о том, что мы должны быть признанными всеобщим сообществом мировым, но при этом, при всем забываем и допускаем такие промахи, которые не приведут нас к хорошему. Сегодня забыть, что такое честь ветерана, я думаю, это позорно. Лидер Абхазского народного движения Дгур Ардзенба заверил, что акция будет проходить в рамках закона, и предпринятые руководством страны меры защиты выглядят нелепо. Мы сегодня проводим мирную протестную акцию. Что это такое? Мы говорим власти, что есть граждане, которые не согласны с решением президента, с политикой президента. Не более того, никто никуда нападать не собирается. Я сто раз уже об этом говорил. Инцидент произошедший, вопиющий инцидент, который произошел 30 сентября, в день нашей святой победы, он еще раз продемонстрировал нам всем, гражданам Абхазии, что выбирая между своим узким кругом единомышленников, я не хочу говорить слово подельников, он выбирает не народ Абхазии, а их. Лидер политической партии Айд Гылараканг Варчи отметил в своем выступлении, что оппозиция старалась сохранить мир и взаимопонимание с властью. Но президент Аслан Джани прислушивается только к своим сторонникам и предпринимает шаги, направленные против других своих граждан. Между нами парк, разделяющий один народ. Народ, которого обманули, народ, которого заставили. Я даже случай один расскажу. Моя родственница, 75 лет, старушка-училица, ее привезли. Ну, насильно сказали, не поедешь, и не сработай с ними. Тогда где логика вчерашнего и позавчерашнего выступления, обращения к народу президента, где он вызывал не собираться людей в связи с пандемией. А он же так наших всех старушек-стариков убьет. Он там собрал их, сделал живым щитом, и сегодня, когда они разойдутся, половина них начнут умирать. Мы все сделали. Мы ходили, мы через свои принципы переступили, через свою гордыню переступили, ради того, чтобы сохранить мир и взаимопонимание. Мы позавчера еще должны были встретиться с президентом в 6 часов. Это было отговорено. Какие-то мы предложения очень, я думаю, всем устраивающие предложения соберем сделать. Сейчас не буду это обобщать. Но, несмотря на все это, зная, что мы придем, зная, что мы имели какие-то предложения, а не какие-то, а авианные предложения, по выходу из этого кризиса, некие люди, видимо, более важнее, чем мы, более уважаемые, чем мы, убедили президента нашего сделать иначе. Знаете, что, когда делаешь такие шаги, наверное, надо думать не только о своих сторонниках, он же не президент сторонников в ЖАДе, он президент всей страны. Видимо, они свое призвание до сих пор не поняли. В это же время замглавы администрации Чемчирского района Артемон Габилая призывал собравшихся в поддержку президента набраться терпения и не расходиться. К середине дня протестующие подготовили резолюции и делегировали группу людей к президенту, в которую вошли Виталий Габне, Зураб Кукая и Валерий Ман. Президент нас выслушал, сказал о том, что мы будем вопрос этот решать в рамках закона. Дело находится в Генеральной прокуратуре, заведены уголовные дела. Если со своей стороны непосредственно участника что-то не нравится, что-то не нравится, или считают, что дело ведут предвзято, он готов пойти на встречу, поменять следователей, и в конце концов есть возможность всегда подать в Верховный суд, для того, чтобы это обжаловать. Вот на этом мы сегодня и разошлись. Итоги встречи не устроили протестующих. было решено подготовить новую резолюцию, согласно которой они потребовали уже отставки президента Аслана Бжаня. Люди не собирались расходиться. Наоборот, к 7 часам в площади стало стягиваться еще больше народа. Ситуация накалялась. Все ждали дальнейших действий. Перед собравшимися выступил с речью Адгур Ардзенба. Меня зовут Адгур Ардзенба. Еще раз говорю, не Аслан Бжаня. Я разрушать свою страну не собираюсь. И любой поступок друзья мои, молодежь, мои ровесники, младшие, братья наши. Я понимаю ваше желание пойти и наказать виновных прямо сейчас. Я даже, может быть, тоже так хочу. И у меня тоже кровь кипит. Но наказав каких-то людей, мы можем наказать и всю нашу страну. Мы занимаемся общественно-политической деятельностью ради чего? Ну, не ради того, чтобы захватить власть. Вы правильно? А ради того, чтобы жизнь стала лучше. А чтобы жизнь стала лучше, идти во власть, заниматься политикой, нужно правильно подавать примеры. Но это не значит, что мы кому-то позволим в нашей стране на голове у нас танцевать чератым. Если власть, имущие люди, случайные некоторые товарищи, которые попали в кабинеты, и это будут воспринимать как слабость, это закончится в первую очередь для них бедой. И не будет им места ни в Абхазии, ни за пределами Абхазии. Если кто-то думает, и у кого-то есть иллюзия, что он здесь нахапает, совершит ужас и уедет куда-то и будет жить спокойно, мы везде достанем в любой точке планеты и накажем этих людей, чтобы знали, кто обидит абхазский народ, все, хватит, хватит обморовать, мы не позволим это делать. Лидер объединенной оппозиции объявил, что с этого момента в Абхазии начинается бессрочный политический кризис с властью, который не слышит свой народ и грубо нарушает конституцию, переговоров вестись больше не будет. После выступления от гуру Ардзенба протестующие стали расходиться.